Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро! Сегодня у нас урок из Киева. И сегодня у нас урок посвящается выздоровлению Шимон Александр Бен Валена, чтобы у него было полное, скорейшее выздоровление, и Лейлу Нишама для поднятия души Феликс Бен Ноах. Феликс Бен Ноах, он год назад ушел в, как говорят на иврите, Аллах Леоламо, пошел в его мир. И человек в жизни, когда он живет, он строит себе свой духовный мир, духовное пристанище, где он будет, украшает его, как человек в этом мире пытается свое жилище украсить, себя украсить, также человек украшает свой личный духовный мир, куда он попадет потом на вечность. Но его потомки, когда они делают действия, создающие духовную силу, то есть действия, которые называются заповеди, то они поднимают душу, они дают силу душе подняться в следующий мир, в следующий мир, в следующий мир, там много миров. Так что Феликс Бен Ноах, Лейлу Нишама поднятия души, и Шимон Александр Бен Валена, чтобы у него было здесь полное выздоровление. Сегодня Рош Ходыш, значит, у нас сегодня урок будет не по книге Хафетсхайма Шмирата Лошон, мы сегодня сделаем небольшой перерыв, сегодня очень важный день, такой прям в духовном плане невероятно важный день. Я чуть расскажу о силе сегодняшнего дня, и о том, что можно делать, что нужно делать, как можно использовать эту силу, потому что вся наша жизнь это как взаимодействие элементов, то есть ты на любую ситуацию, на любой день влияет множество векторов, множество сил. Если ты знаешь эти векторы, и ты можешь идти с ними в тренде, да, так бы вместе, то сила увеличивается в разы. На простом примере я вам объясню, если ты, например, проснулся утром, идет дождь, да, и ты проснулся утром, идет дождь, и ты в этот момент настроился, и ты радуешься дождю, то ты в тренде с дождем, то есть ты идешь с дождем в одном направлении, и ты можешь даже порадоваться дождю. Если ты в этот момент, в момент дождя, ты хотел солнца, и ты хочешь, продолжаешь хотеть солнца, даже несмотря на то, что идет дождь, то ты не в тренде с дождем, И ты тогда сам себе создаешь ситуацию внутреннего противоречия. Понятно? Значит, сегодня первая Нисана. И есть в Талмуде, в трактате Роша Шана, есть спор между Рабией Иушу и Рабией Лейзером, когда был сотворен мир. Когда был сотворен мир. Значит, один из них говорит, это был Раби Иушуа, что мир сотворен в Нисане, первого Нисана. Когда говорится, мир сотворен, это тоже очень интересно. Оба они согласны, что первая Нисана, а Раби Элизер говорит, что первого Тишрея, это сотворен человек. Мир был сотворен за шесть дней до этого. То есть, если вы помните, что идет первый день в творении, это был создан светом и так далее. И, значит, на шестой день был создан человек. Так вот, первая Нисана, по мнению Раби Иушуа, это день сотворения мира, имеется в виду сотворение того, кто этот мир мог воспринимать и менять, человека. А Раби Лейзер говорит, нет, первая Тишрея, это когда мы празднуем Роша Шана. То есть, у нас сегодня Новый год по Раби Иушуа, а по Раби Иушуа в Новый год будет через десять месяцев. Теперь мудрецы сказали, что закон как Раби Иушуа, то есть, сегодня настоящий Новый год, сегодня был сотворен мир. И мы сегодня празднуем с Новым годом вас, дорогие друзья. Да, Рош Ходош Ниссан, с Новым годом. Теперь, ну как же так? Все, что написано в Талмуде, это правда. Просто разные векторы, разные векторы правды. Даже то мнение, которое не принимается как закон, оно показывает, что так оно работает. Теперь, в чем здесь объяснение? Объяснение в том, что любое творение, любое абсолютно творение, оно состоит из двух частей. В начале человек задумывает сотворить, у него рождается импульс, у него рождается желание, у него рождается намерение сотворить, у него рождается идея, видение, что он хочет сотворить. И второй момент, когда это видение реализовалось, когда оно стало реальностью, превратилось в реальность. Теперь, значит, получается, что в один из этих моментов, или первого Ниссана, или первого Тишрея, это была идея, то есть это было зарождение идеи. И, насколько я помню, что зарождение идеи все-таки было в Тишрее. Почему в Тишрее? Потому что это как голова, рожь, ашана. То есть зарождение, оно происходит в голове, как такая искра, да, человек, оп, задумал, задумал что-то. У меня сейчас почему-то вспоминается анекдот, когда один молодой человек начал изучать психологию, и есть сейчас много систем, которые утверждают, что когда ты что-то задумал и хочешь, у тебя есть сильное намерение что-то получить, то ты это получишь. То есть это очень много, Джон Теха, Джоди Спенза, всякие вот эти системы, трансерфинг реальности, они прямо на этом базируют свою систему, что научись видеть, хотеть и держать на этом свое внимание, и тогда ты получишь это. И вот этот молодой человек изучал все эти системы, и он приходит к родителям и говорит, Папа говорит, скажи мне честно, вот я хочу понять, как работает эта вся штука, вот когда ты меня хотел, чтобы я появился, ты кого хотел, мальчика или девочку? Вот ты же представлял, что ты хочешь ребенка, там, когда ты задумал, да, создать ребенка. Папа такой вспоминал, вспоминал, говорит, ты знаешь, что он говорит, я не помню, говорит, мне кажется, в то время я хотел просто расслабиться. Это такая шутка, да? Но действительно, даже ребенок, даже ребенок, даже человек, он вначале появляется в родители, полюбили друг друга, поженились, потом сказали, давай родим ребенка, давай, и родили ребенка. Тоже мы видим, от момента, когда они захотели родить ребенка, до момента, когда появился ребенок, прошло время. То есть, 9 месяцев это только в животе, а до этого еще сколько, может, годы, есть люди, которые десятки лет мечтают о том, чтобы был у них ребенок, не могут родить. И потом, бах, происходит чудо, и ребенок рождается, понятно. То же самое с миром, значит, в первого Ниссана или первого Тишре, в один из этих моментов, есть разные мнения, было зарождение в мысли, как можно сказать, в мысли, намерения Всевышнего. Во второй, значит, он появился на самом деле, мир. Теперь, ну, тут есть еще одна глубже идея. Что такое вообще новый месяц? Вот мы сейчас с первого Ниссана, если бы вчера мы были такими внимательными астрономами, мы бы наблюдали бы за небом, и оказалось бы, что в 7 вечера появилась тоненькая-тоненькая полосочка нового месяца. Новая Луна это называют. Значит, Рош-Ходыш, это когда появляется вот эта вот новая Луна. Но все, кто изучали хоть чуть-чуть астрономию, знают, что новая Луна не может появиться. Луна, она как была, как есть, она, это та же самая Луна. Так почему иногда она круглая и большая, на небе висит такая прям круглая, как сыр такой, да? А почему иногда она тоненькая полосочка? Что это значит? Интересно, что есть приливы Отеана, отливы Отеана, связанные с Луной. Интересно, что Песох, например, будет 14-го Ниссана в полнолуние. Суккот 14-го Ниссана в полнолуние. А Роша-Шана, например, да, это когда новый месяц, 1-го числа. Теперь, что такое Луна? Что такое Луна? Луна это кусок такой камня, который летает в небе, и который, он вообще не светит, он отражает свет. Луна отражает свет Солнца. Получается, что Солнце, оно создает свет, оно создает энергию. Луна, она, вот новый месяц, это кусочек света Солнца попал на Луну. На следующий день больше света Солнца попало на Луну, на следующий день еще больше. И до 14-го числа месяца, до полнолуния, свет увеличивается. Теперь, когда человек, человек, вообще, что такое человек? Вот, если мы возьмем человека, то это 70, там, несколько десятков килограмм мяса и костей. Мясо, кости, тишки, вообще, внутри там такое творится. Говорят, что есть только 3 килограмма бактерий в желудке у человека. Разных бактерий живет. Человек-носитель носит у себя в животе 3 тела разных других живностей. Теперь, значит, все это, такая вот, если человек мертвый лежит, то это несколько десятков килограмм вот такого, оно сразу гнить начинает. Как только человек умирает, вся вот эта система, она сразу начинает распадаться, гнить. Но, когда человек жив, у него вся эта система, она постоянно в движении, он, он все время, что является движением? Что является вот этой живой силой, которая, которая двигает человека? Это сила, если говорить про тело, это инстинкт, да, то есть тело запрограммировано, и человек думает, я управляю своей жизнью, я должен себя обеспечивать, я должен, ты же вообще не думаешь, как жить. То есть все процессы выживания, ты вообще за ними не следишь и не контролируешь, все идет само по себе, все настроено, все система. То есть кто ее настроил, кто ее поддерживает в состоянии, кто ее, то есть есть внутри как то, что называется животная душа, которая поддерживает животное тело, вот этот биоскафандр в состоянии, в состоянии нормы. Нужно только не мешать, нужно только не мешать. Теперь, но есть же дальше, есть дальше, еще есть у человека то, что им двигает по жизни. А что двигает им по жизни? Человеком двигает по жизни желание, намерение, которое внутри есть сила хотеть. Сила хотеть, и вот эта вот сила хотеть, она человека постоянно куда-то, куда-то она его влечет. Куда она его влечет? И вот тут весь вопрос, куда она его влечет. И внутри есть духовная сила, это луч Всевышнего, как луч Бога, душа, то что называется, которая является отражением Бога. И теперь очень важно, куда ты направляешь свое желание. Если ты его направляешь в желание соединиться со Всевышним, тогда ты с ним попадаешь в такой резонанс. И вот эта вот метафора Рош-Ходыш, узкая луна, это как ты должен просто в этот момент захотеть соединиться со Всевышним. И твое желание соединиться со Всевышним, которое выражается в выполнении заповеди Всевышнего, оно тебя с каждым днем усиливает, усиливает, усиливает и приводит к полнолунию, приводит к максимальному соединению со Всевышним. И вот сейчас мы находимся как раз в самый важный период, когда вот в Песах мы каждый день должны вспоминать исход из Едипта. Что такое исход из Едипта? Исход из Едипта это исход из ограничений материального мира. Первое. Человек, как он в материальном мире, он все время блуждает, влековым сердцем и глазами. Он туда посмотрел, это заходил, сюда посмотрел, то захотел, туда посмотрел, это захотел, там послушал, то ему сказали. Человек все время блуждает. Он блуждает, вот вообще непонятно. И люди блуждают всю свою жизнь, гоняются за призраками, которые создали себе своими иллюзиями и своим воображением. Теперь, ну если ты первого Ниссана, ты направляешь свое желание и направление «хочу соединиться со Всевышним». Помните, как это было? Когда в Египте, в Египте евреи были в рабстве, были вообще, 210 лет было египетское рабство. И они были, что такое раб? Раб это тот, у кого нет своей воли. То есть, раб это человек, которого хочет сломать его хозяин, который ему говорит, у тебя нет в жизни ничего, у тебя нет ни твоего желания никакого. Вот что я захочу, то сделаю. Захочу тебя продам, захочу тебя, значит, сдам в аренду, захочу тебя, буду тебя скрещивать, производить детей, а детей заберу и продам тоже отдельно в рабство. То есть, раб это человек без личной воли. И вот их 210 лет ломали, 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 и они стали уже люди без воли. То есть, они уже были полностью сломлены. И тут, значит, когда они были полностью сломлены, им нечего было хотеть, что мог раб хотеть? У него нет никаких желаний, ему бы выжить, и все. Вот и все его хотение. Теперь, после этого, Всевышний показывает им 10 египетских казней, 10 чудес. И, значит, они в течение года, получается, эти 10 казней были год, они понимали, то есть, это даже ничего не понимали. Это было, как, знаете, вот просто мир вдруг становится пластилиновый, то есть, у тебя все плывет, то вода кровь, то, значит, там лягушки из воды полезли, потом земля превращается в овшей, тут с неба летит град, который внутри огонь, то есть, их просто, вот, знаете, как есть такое слово, расплющило. Их восприятие мира было расплющено, да, то есть, как вот, есть люди, которые эти галлюциноденные препараты принимали, вот было ЛСД, там грибы разные, все. Вот они жили год под грибами, вот так вот все непонятно, что. И египтяне тоже, вообще полностью у них, их все мировосприятие, их тоже изменилось. И тут, значит, первого как раз Ниссана, первого Ниссана, они получают первую заповедь. Первая заповедь, этот месяц для вас, начало всех месяцев, да, то есть, скоро будет выход из Египта, скоро будет соединение, соединение, скоро будет соединение со Всевышним. Потом, десятого Ниссана, им говорится, возьмите ягненка, а ягненок это было идол, божество вот этих вот египтян. Возьмите этого ягненка, которому молились эти египтяне, они взяли этого ягненка. Потом, четырнадцатого Ниссана, зарежьте этого ягненка, и, значит, жертва Песок, и все уходят в никуда. Уходят никуда, все ночи в одну ночь собираются и уходят в пустыню. Представьте себе эту ситуацию, да. И вот то же самое, дальше они вышли в пустыню, дальше раступилось море, вообще это просто было проявление Всевышнего, когда они все поднялись на уровень пророчества, и они видели суть, сутью мироздания. И после этого, бах, дарование Торы на горе Синай, через сорок девять дней после выхода из Египта, сорок девять дней идет, семь недель было поднятие такое, каждый день на новую духовную ступень, постижение, понятие. И что значит поднятие на духовные ступени? То есть у тебя открывается видение, как все на самом деле работает, и ты управляешь своим телом. То есть ты начинаешь относиться к своему телу, как просто биоскафандр-носитель, такое удобное животное, которым ты еще можешь управлять. То есть ты как бы есть тело, которым ты управляешь, есть вот этот вот мир пластилиновый такой, и есть ты, душа, которая соединена со Всевышним. И бах, потом Тора, вот это вот как раз путь духовного роста. Само слово Песах переводится как прыжок, то есть прыжок на другой духовный уровень, на совершенно другой уровень восприятия себя и мира, который, ну, кардинально отличается. Знаете, есть рост там на 10%, а есть на 1000%. Трансформация. И все начинается с чего? С намерения. Намерение это как вот этот вот тонкий лучик, куда направлено твое желание. И интересно, заканчивается Лейл Седер, вот пасхальный вечер, вот пасхальная ночь, это как раз ночь, в которую происходит вот эта вот главная трансформация. То есть ты к ней готовишься 14 дней. Вот мы с сегодняшнего дня начали готовиться, и мы готовимся, готовимся в духовном плане, и потом скачок происходит вот в эту ночь. Моца, 4 стакана вина, всю ночь рассказ о том, как это было, и в этот момент у тебя должно быть одно желание – соединиться со Всевышним. И в конце заканчивается пасхальная эта ночь, каким словом, последний этап как бы, там есть 10 этапов, нерца, то есть ты желанен Всевышнему. Если ты хочешь Всевышнего, то он захочет тебя. Вот такая вот идет история. Значит, и началось все сегодня. Каждый день можно увеличивать святости. Но что значит увеличивать святости? Технология простая. Ты хочешь Всевышнего, ты хочешь с ним соединиться, если у тебя есть яркое желание, тебе помогают. Как проявляется желание? Желание проявляется в каких-то действиях или недействиях. Например, воздерживаться от злоязычия – это действие, которое ты делаешь для того, чтобы соединиться со Всевышним. То, что мы изучаем в Роте по злоязычию. Не слушать сплетни – это действие, которое ты совершаешь. Молиться Всевышнему – это действие. Читать псалмы – это действие. Кто соблюдает заповеди – одевать филинг. То есть, если есть евреи, которые еще не делали обрезания, сейчас лучший период. Это такой скачок, прыжок, когда ты говоришь, я подчиняю себе, я подчиняю духовности свое тело, обрезание. Если есть еще евреи, у вас знакомые в окружении мужчины, которые не делали обрезания – союз обрезания. Если вы их сейчас обрежете в эти две недели, то это будет просто взрыв, взрыв вообще в духовном мире. Очень крутая тема. Значит, чем больше заповедей, тем больше вы выражаете в действии свое желание соединиться со Всевышним. Вот так работает система. И, значит, все. Вот мы разобрались, как работает. Всем хорошего месяца. Поздравляю с Рош Ходышем. Начало месяца Ниссан. Каждый сотворяет свой мир, каждый сотворяет свой личный мир. Мы все творцы своей жизни, своего мира. У человека есть неограниченная возможность хотеть. Ничего человека не ограничивает возможности хотеть. Хочу сейчас рассказать историю, которая очень сильно выражает вот этот вот аспект намерения и реальности. Есть выражение у мудрецов. Это ваше холи амодлиф не арацион. Нет вещи, которая может устоять перед желанием, сказали мудрецы. И это очень непонятная идея, если ее дословно обдумывать, то нет вещи, которая может устоять перед желанием. Я хочу летать. Я не летаю. Я хочу миллиард долларов. У меня нет. Я хочу, чтобы там все стали религиозными. Не получилось пока. Теперь, а что же мудрецы говорят? Нет вещи, которая может устоять перед желанием. Что имеется в виду? Нет ни одной вещи внутри человека, которая может ограничивать его возможность хотеть. Сила намерения, сила желания, она абсолютно не ограничена. То есть ты можешь хотеть миллиард, можешь хотеть миллион. Ты можешь хотеть на Луну, можешь хотеть на Солнце. То есть хотеть тебя ничего не останавливает. У тебя полная свобода, хотение. Твое намерение, это единственное, чем ты можешь реально управлять. Дальше, как оно будет реализовываться? Там уже есть много других векторов. Но нет внутри силы, которая может устоять перед желанием. А уже как оно будет, мы не знаем. И как-то пришел один мудрец, пришел к Бальшим Тову, который говорил, что Всевышний везде. То есть Всевышний не только в святых книгах, не только на уроках Тори. Всевышний он везде, во всем этом мироздании, в каждой детали. Тебе просто нужно захотеть его увидеть. Как говорил царь Соломон, «Быколь драхеха деэлу, на всех своих путях познавай его, Бога, выуя шер архотеха, он выпрямит твои дороги». И пришел один раввин к Бальшим Тову, послушать его, вот эту вот новую идею, которую он продвигал Бальшим Тов, хасидизм. Он послушал, говорит, идея интересная, конечно, но есть вещи, которые святость. Тора это святость, храм это святость. Есть вещи, которые святые, а есть вещи будничные. И как можно Бога искать в будничном, в дереве, в природе, в этом? Есть святость, святые книги, талмуд и так далее. Надо быть святым, отделенным от будничного. А Бальшим Тов говорит, нет, нужно идти в будничное и в нем видеть Всевышнего. Этот раввин говорит, ваша идея интересна, что Всевышний везде, но я как бы останусь при своем мнении, не могу я изменить свое мировосприятие, не могу. Я столько лет видел Всевышнего только в святости, отделялся от всего будничного, что сейчас мне видеть Всевышнего в будничном я не могу. А Бальшим Тов ему говорит, нет, говорит, ты не не можешь, говорит, ты не хочешь. Он говорит, в смысле? Он говорит, вот так вот, ты не можешь, ты не хочешь. Ну, тот ладно, говорит. Вышел он из Бальшим Това, улица, грязь, может, это было в это же время, такая весна, раньше проселочные дороги, это около 300 лет назад было, проселочные дороги, и, значит, в грязи застряла телега. И вот этот вот кучер этой теледи, такой мужик в тулупе, грязь такая, он ему говорит, этому раввину, эй, говорит, помоги, пожалуйста, телегу вытолкнуть из грязи в зи. Тот ему говорит, да нет у меня сил, говорит, я не могу тебе помочь. А он ему говорит, да ты не не можешь, говорит, ты не хочешь. Ты, говорит, ты же даже не попробовал, что ты говоришь, что ты не можешь, ты даже не попробовал. Ты не не можешь, ты не хочешь. Он повторил слово, слово, слова, которые ему сказал Бальшим Тов. И тут этот раввин понял, что действительно с ним Всевышний-то разговаривает, через этого мужика, через Бальшим Това, через этот случай. И он в этот момент действительно сказал, что когда я себе говорю, я не могу, даже не попробовав, это ложь. То есть, если человек хочет, тогда он должен пробовать, а если он пробует, так ему Всевышний помогает, если он хочет со Всевышним соединиться. Поэтому все, соединяемся со Всевышним, вокруг всех привлекаем, обязательно все евреи и мужчины должны быть обрезаны. Все должны соблюдать заповеди Всевышнего, у кого есть больше обязанностей, у кого меньше, но мы все должны двигаться в сторону Божественного Света. Все, удачи, успехов, всем хорошего месяца и выйди на свободу в Песах. Счастливо.